Продолжение следует... В других местах, потом, значит, Зеленский позвонил около часа назад Лукашенко, о чем они говорили, мы пока не знаем. Путин поговорил с Нафтали Беннетом, и Нафтали Беннет, премьер Израиля, предложил свою посредническую функцию, о чем раньше его просил Зеленский. И на всем этом фоне продолжаются, судя по всему, тяжелейшие бои в Украине. Российские власти впервые официально признали первого погибшего. Глава Дагестана выразил соболезнование в связи с гибелью офицера Нурмагомеда Гаджи Магомедова. Тут мы должны добавить, что Минобороны это не подтверждают, мы должны все время на это обращать внимание. И Минобороны вообще ничего не подтверждают. И ни о чем не сообщают. Я так понимаю, что у тебя не так много времени, но тем не менее, вот, воскресенье, 15-29, твоя оценка, что происходит и куда все это катится? Ну, как я представляю, я, конечно, не эксперт в военных делах, но моя оценка такова, что очевидно, что первая фаза этой военной операции, как ее называет Владимир Путин, провалена. Это кажется очевидным, понятно. Они рассчитывали действительно на блицкрик. Очевидно, что Владимиру Путину докладывали, и он в это верит. Он вообще находится в такой, в некой параллельной реальности, это что мы наблюдаем последние дни. В этой параллельной реальности он считал, что его будут встречать с цветами украинцы, которых он освобождает от нацистов. Это выдуманная фантазия, в которой он живет. Она в реальности оказалась совершенно другой. Первая фаза провалена. И это значит, что Владимир Путин оказался в тяжелом положении. Мы не знаем, что будет дальше. Очевидно, что, как я понимаю, я не знаю, что говорит Министерство обороны сегодня, тем более, я понимаю, что оно все опровергает. Но ясно, что жертв гораздо больше. Мне кажется, это очевидно нам сделать. Мне кажется, это очевидно всем людям, кто умеет бороться со социальными сетями. Да, очевидно, что были совершены ошибки и в военном плане российской ставки. Ой, я прошу прощения, это сейчас сообщение Интерфакса со ссылкой на Юрия Воскресенского. Это такой белорусский, ну, здесь его называют общественный деятель. Он был в штабе Виктора Бабарико, если я не ошибаюсь, на выборах. Потом он сидел, потом его освободили. И он сейчас довольно активный представитель белорусской власти, скажем так, со статусом общественного деятельности. Так вот, он сообщает, украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Ну, это, очевидно, еще будет требовать подтверждений, потому что совершенно непонятно, что это значит. Это сейчас комментировать тяжело, просто потому что мы еще не понимаем, про что идет речь. Так вот, поскольку я писал эту книгу, то я очень внимательно, поскольку идея этой книги была в том, чтобы не только описать, что происходило, но и разобраться в том, почему это происходило, и попробовать посмотреть в глубину, в суть тех проблем, с которыми Россия столкнулась. В частности, одна из этих поворотных историй была война в Чечне, первая война в Чечне. Почему и как она произошла, я в этой книге тоже описываю. Но официальные потери, ну, признанные потери российской армии в первой войне в Чечне, это около 6 тысяч военнослужащих за все время первой войны в Чечне. Уже сейчас, за несколько дней, если я правильно понимаю, мы не знаем точно сколько, но как минимум эти потери могут исчисляться несколькими местами. Ну, мы, чтобы ссылаться на кого-то, мы можем сказать, что министр обороны Великобритании, находясь еще в пятницу, если я не ошибаюсь... Это был первый день. Да, ну, не в четырех, а в пять, да, мы выросли за первый день, потери составили 400... Вот, несколько сот человек в день составляют потери российской армии. Это чудовищно, это катастрофа сама по себе. Это абсолютно ужасно, и это, конечно, есть одно из свидетельств того, как не представляется преступление, которое сегодня в этом смысле совершается. Но, разговаривая политически о том, что это для нас, для всех, значит, уже понятно, что это катастрофа для России. Катастрофа, поскольку тот план, ставку на который сделал Владимир Путин, он уже провалился, и либо это будет тяжелейшая, смертельная, с огромными жертвами среди мирного населения, взрывоевательная операция, которую мы сейчас... Возможно, надеюсь, что нет, надеюсь, что разума хватит. Но, тем не менее, можем увидеть. Либо ее не будет, но в любом случае, эта катастрофа уже произошла, и автор этой катастрофы известен, его имя Владимир Путин. Конечно, для него эта катастрофа станет, и его личной катастрофой, у меня в этом уже нет никаких сомнений. Мне кажется, это очевидно на четвертый день, на четвертый... Какой четвертый у нас день? Четвертый, да. Четвертый день войны. Это нам... Это уже очевидно. Ясно, что на этом его политическая судьба... Ну, она не завершена буквально. Еще она как-то будет продолжаться. Понятно, что предстоит впереди еще долго так или иначе история. Но его, если угодно, карьера как лидера России, она, мне кажется, завершенной. Почему? Это завершенный этап. Из этой войны он уже не выйдет. Он уже не выйдет победителем. А нет у Владимира Путина в этом... Я просто не знаю, у нас же социология в таком непонятном находится состоянии. При всем уважении к сотрудникам, например, Левада-центра, внесенного в Россию в реестр рынковых иностранных агентов. Но вот чисто по ощущениям ситуации 2014 года и то, что происходит сейчас, это, что называется, две большие разницы. Да, это абсолютно очевидно, конечно. Но все-таки крымская эйфория, она имела место. Это объективный факт. Как раз, когда происходил захват Крыма, Немцов сидел за решеткой. Он был в изоляторе. Как раз там были приговоры по болотному делу 24, кажется, февраля 2014 года. Его посадили второй раз. Он сидел в спецприемнике. Он сел за решетку в одной стране, а вышел уже в другой. Потому что там стремительно произошла консолидация общества вокруг Путина в связи с тем, что забрали наш родной Крым. И это то, что называется крымский консенсус, политологи называют. Этот крымский консенсус жил до середины 2018 года, до лета 2018 года, до тех пор, пока Владимир Путин не вышел со своей идеей пенсионной реформы. Сегодня принципиально другая ситуация. Принципиально. Да, наверное, есть отдельная часть общества, которая эту войну приветствует. Ну, предположим, что это так. Мы не видим точную цифру. Наверное, какая-то есть. То, что она составляет меньшинство, в этом нет никаких сомнений. То, что эта война не популярна, в этом нет никаких сомнений. Прежде всего, потому что она абсолютно, ее невозможно объяснить. Это пропаганда про... Это формулировка, которую все повторяют. Где нацификация, где милитаризация и какие-то еще... Она настолько оторвана от реальности, настолько она оторвана от реальности, что ее невозможно объяснить. Это понятно почему. Потому что у этой войны нет других причин, кроме желания Владимира Путина ее вести и отомстить Украине за те поражения, которые она ему нанесла в течение последних лет, начиная с 2003-2004 годов, когда ему не удалось поставить Януковича президентом. И с тех пор эта идея фикс в его голове приобрела формы абсолютно настолько параноидальные, что в итоге подтолкнуло его к настоящей войне. Это объяснить невозможно народу. И народ это никогда не примет. И в этом смысле, собственно, Владимир Путин остался один на один, если угодно. Ну, у него есть аппарат, который, конечно, на него до сих пор работает. Но и этот аппарат, в этом нет сомнений, смотрит на происходящее и оценивает то, что происходит как катастрофу. Кроме, может быть, самого ближайшего круга, который уже так тесно повязан. Кроме тех участников Совета безопасности, которыми он связал специально этим решением, вынеся это тоже на свет Божий. Кроме тех людей, которым ему... Кроме тех адъютантов, которыми все эти последние два года изоляции твердили ему о том, какой он великий человек, посланный Богом для спасения страны. Кроме этих, кроме этой группы людей, российское государство, как люди, как чиновники, госслужащие, депутаты и так далее, не могут не смотреть на происходящее, как на катастрофу, я в этом абсолютно убежден. Вот здесь интересное появилось сообщение, тоже буквально несколько минут назад. Financial Times сообщает, что совладелец Альфа-банк, Альфа-банк, как мы знаем, добавили также в санкционные списки западные, Михаил Фридман назвал войну в Украине трагедией для народов России. Он разослал письмо сотрудникам своей компании Letter One, где говорится следующее. «Я родился на Западной Украине и жил там до 17 лет». Это я цитирую. «Мои родители, граждане Украины, живут во Львове, моем любимом городе, но я также провел большую или большую часть своей жизни как гражданин России. Создавая и развивая бизнес, я глубоко привязан к украинскому и русскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как трагедию. Для них обоих война не может быть ответом». Насколько тот факт, что подобным образом высказывается человек, занимающий 11-ю, 12-ю, 10-ю строчку в рейтинге Форбса российского, насколько это заявление должно обращать на себя внимание? Я думаю, что это в нынешних обстоятельствах и с учетом статуса Михаила Фридмана в элите. И это довольно резкое заявление. В нем нет прямого осуждения, но на самом деле даже оно есть, потому что война не может быть ответом. Это означает, это критика того решения, которое было принято Путиным о войне. В этом смысле и то, что человек с таким статусом, с таким капиталом выступает с такими заявлениями, это, конечно, не случайно и тоже важно. Да, ну и вот в продолжении темы про переговоры Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, бывший министр культуры, сообщил следующее. Российская делегация уже собиралась уезжать из Беларуси, однако буквально около получаса назад ей поступила информация из Киева, что переговоры пройдут. Глава российской делегации добавил, это я цитирую по телеграм-каналу «Эхо Москвы». Сейчас отрабатывается маршрут для украинской делегации, определяется оптимальное место для переговоров в Гомельской области. Мы гарантируем стопроцентную безопасность для украинской делегации. Последний, наверное, вопрос к этим. Я только одного не могу понять, почему Владимир Мединский вообще возглавляет эту делегацию. Владимир Мединский, он же помощник, по-моему, по вопросам культуры. Да? Только? Да. Я проверю. Причем тут он? Его удел это ставить, это строить... Рассказывать. Рассказывать, да, рассказывать. Нет, там действительно состав не очень понятен. Там есть господин Слуцкий, глава комитета. Ну, допустим, хотя бы он, например, глава комитета. Там есть Руденко, который заместитель главы МИДа. Там есть фамилия... Окей, тоже я понимаю. Кто такой Мединский вообще? Кто он такой? Почему он... Он что, возглавляет эту делегацию? Я не могу этого понять. Ну да, вот на сайте Кремля, который плохо работает сегодня, как и многие сайты... Он что, может быть, кино собирается снимать? Как тебе кажется, эти переговоры вообще могут к чему-то привести, учитывая позиции сторон довольно принципиально? Ну, смотря что российская делегация понимает под переговорами, совершенно понятно, в чем разговор о переговорах как раз начался в пятницу, когда вот я ввел свой эфир. Тогда мы пытались уже разобраться в том, что это такое, эти переговоры. Ясно, что Москва под переговорами понимала капитуляцию. Типа, давай, сдавай нам страну. И тогда мы сохраняем тебе жизнь, свободу, не знаю. Может быть, даже можем тебя номинальным оставить там кем-то. Это такое было обращение, как бы месседж такой в сторону Зеленского. Ясно, что он не был принят. Особенно на фоне провала последовавшего этого первого этапа операции было понятно, почему Зеленский не капитулирует. Не могу себе представить в том, при том, как мир оценил эту войну, как мир смотрит на эту войну, какие меры мир предпринимает. Да, силы Украины военной и России несопоставимы, мы это понимаем. Но если Москва по-прежнему понимает под переговорами капитуляцию, то я уверен, что это безнадежно с точки зрения Москвы подход. С другой стороны, мне трудно представить себе, особенно понимая, что картина, которую видит Владимир Путин, радикально отличается от той картины, которую мы видим мы, мне трудно представить себе, что Владимир Путин в состоянии признать ту реальность, которая происходит сейчас, и что он столкнулся со всем украинским народом, а не с теми наркоманами, о которых он говорит. Спасибо. Михаил Фишман, мой коллега, ведущий программы и так далее на «Дожде» в нашей студии. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютубе. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш Ютуб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайтесь для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех, транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.